Трансляция закончилась. Видела, сколько было много молодых? Да. Много. Есть и добрые очень. А разные совершенно. Давай поближе подвинем видео к нам. Вот теперь мы можем поближе подвинуть. И погромче говори. Интересно, а почему молодежь общается с нашим возрастом? Им неужели интересно? Любань. Знаешь, в чем дело? Вот помнишь, когда мы были молодыми, да? Мы всегда гуляли на улицах с детьми, знакомились. А сейчас все забрал интернет. И молодежь больше сидит в интернете. Но когда мы жили, жизнь была сложная. Сложная. Но и родителям некогда. Родителям некогда. Друзьям некогда. Они сидят в интернете. А проблемы большие у молодых. У молодых. У подростков. И ты понимаешь, когда они видят тетю, которая с ними общается практически на равных, они тянутся. Они задают вопросы. Им интересно. Они задают те вопросы, которые не могут задать маме по какой-то причине. Брату, сестре, другу. И вот они спрашивают советов. А я советов не даю, Любань, потому что давать советы – это неблагодарное занятие. Потому что совет может дать только близкий человек, который, ну согласись, знает ребенка хорошо. А ребенок по какой-то причине не доверяет взрослым. И вот они смотрят эти видео, видимо, видят откровенные отношения к ним, без притворства, безо всего. И они могут о чем-то спросить и получить какой-то ответ. Ну, например, рассказ о своей жизни, что так было. И в наши времена так было. И как мы это преодолевали. Все, понимаешь? И с мальчиками отношения какие. Потому что любовь-то она как была, так и есть. Конечно. Она же остается. Вопросы-то те же. Просто цифры в годе, в годах, другие, 2017, а не 1985, например, год, да? А все чувства остаются. И вопросы те же все. Чувства, они же неизменны. Любовь, как была любовью, так и остается. Зло, как было злом, так оно и остается. А спросить у мамы не всегда бывает удобно. Спросить у папы, папа может рукой махнуть. Ну, а здесь, разговаривая на разные темы, сейчас интернет. Сейчас всем правит интернет. Поэтому ребята ищут ответ в интернете. Многие пишут, что вы похожи на мою бабушку. Вы похожи на мою маму. Вы похожи на мою тетю. Так приятно, так добро. Добрым людям и добрые ответы, Люк, понимаешь? Конечно. Потому что, ну, по-разному все пишут. Иногда и такую дрянь напишут, что и... А, пролистываешь уже. Меня один раз прорвало на ту трансляцию, помнишь? Ну, там совсем уже просто вынос мозга был. Так что вот, просто немножко другие времена. А чувства те же, а вопросы те же. Вот почему и рубрика эта «Тихо сам собой», что да, мы жили так. Так же, в принципе, как и вы, решали те же вопросы. Трансляцию выключили, теперь можно выпить, да? Ну, вообще, очень много хороших людей. Вот подписанных, или кто не подписан, кто без подписки смотрит. Это, в принципе, не важно. Ты подписан, не подписан. Если нравится, смотрят. Не нравится, ну не смотрите. Ведь давно другие блогеры, правда? Конечно. Ну да. За нас с тобой, да? Петь будем? Петь? Да. Запросто. Запросто? Только ты запиваешь. Я запиваю? А я? Допиваю. Ну давай попробуй, ладно. Я люблю петь. Я знаю. В свое время Иришка вот подсадила на это. Сначала смотрела, как мама поет с подружками, когда гости приходили, когда дед Володя дома не было. А потом Иришка очень любила петь. Не знаю, получится, сейчас не получится. Ну, выпили, сейчас все получится, Люба. Давай попробуем. Я очень люблю, знаешь, какую песню? Миленький ты мой. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там в краю далеко буду тебе женой. Милая моя, взял бы я тебя, но там в краю далеко есть у меня жена. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там в краю далеко буду тебе сестрой. Милая моя, взял бы я тебя, но там в краю далеко есть у меня сестра. Там в краю далеко, там в краю далеко, там в краю далеко буду тебе чужой. Милая моя, взял бы я тебя, но там в краю далеко чужая мне не нужна. Милая моя, взял бы я тебя, но там в краю далеко. Там в краю далеко чужая мне не нужна. Здорово, да? Хорошая такая мелодичная песня, русская народная. Здорово, здорово. Да. Да. Здорово, да. 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 Ты помнишь эту песню? Класс. Кадышева? Нет. Кадышева это Кадышева. Но это же наши девочки, когда им было по восемь, по девять лет. Я не помню. Пили? Ты что? Здесь, в старом доме, восемь лет. Еще у них была песня Кадышевская. Они прям сделали тут нам представление, как сейчас помню. На кучу песка? Нет. Нет. По-моему, даже уже вчерашка была эта построена. Та, старая. Угу. Которая из вагонки сделана. Как же она? Первый от роду неверный. Это вот они любили ее. Слушай, я не помню эту песню. Как она начиналась-то? Не знаю. А тот первый от роду неверный, ох. Не отдай меня мать, как хотела меня мать. Нет, это побыстрее немножко. Как хотела меня мать, да за первого отдать. А тот первый от роду неверный, ой, не отдай меня мать. Как хотела меня мать, да за другого отдать. А тот третий, что во поле ветер, ой, не отдай меня мать. А тот третий, что во поле ветер, ой, не отдай меня мать. Как хотела меня мать, да за пятого отдать. А тот пятый, что во поле ветер, ой, не отдай меня мать. А тот пятый, что во поле ветер, ой, не отдай меня мать. Как хотела меня мать, да за шестого отдать. А тот шестый, мол, да недорослый, ой, не отдай меня мать. А тот шестый, мол, да недорослый, ой, не отдай меня мать. Как хотела меня мать, да за сема отдать. А тот семый, пригожий да веселый, ой, не схотел меня брать. Класс! Вспомнили ведь? Вспомнили, да, 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 да. А вот она была просто любимая наша пчелка. Слушай, а еще, у меня бабушка очень любила песню, но я не знаю слов всех. Знаешь, какая? Сейчас, подожди, вот только что вспомнила. А, вот. По Муромской дорожке стояли три сосны. Прощался со мной милый до утлющей весны. Он клялся и божился одну меня любить. На дальней, на сторонке меня не позабыть. На дальней, на сторонке меня не позабыть. Но вот однажды ночью мне снится страшный сон. Он, мой миленький, женился, нарушил клятву он. Он, мой миленький, женился, нарушил клятву он. Но я над сном смеялась, подругам говоря. Не может так случиться, чтоб мил забыл меня. Не может так случиться, чтоб мил забыл меня. Но сон мой вскоре сбылся. Той ранней весной, мой милый, возвратился с красавицей женой. Той, мой милый, возвратился с красавицей женой. А вот дальше я не помню. Что-то там в толпе народа меня он отыскал, увидев мои слезы, что-то глаза вниз опустил. Вот не помню. Потом Иришка очень часто пела песню. Она ее тоже с тобой пела? Да, да. И знала ее до конца? Да, знала ее до конца. Потом Иришка очень любила петь песни украинские. Ой, как она любила, как она их пела. Никая комиссия чинозорина ясная. А, я не могу. Никая комиссия чинозорина ясная. Но хоть волки сбирай. Ну я слов не знаю. На марсе, да? На чем это конца? Да, 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 да. Надо выучить, надо выучить, чтобы нам с тобой так приезжать петь эту песню. Ну а как выучишь, если ты не знаешь украинскую? Так в интернете слова-то прямо на украинском языке. Ну я не знаю украинского. Там русскими буквами написано. Да? Вот тетя Люба, да? Наполовину украинского языка не знает. Точно. Хорошая. Потом Иришка песню пела. На том большак, на перекрестах. Я не знаю, но так подпеваю. Ну вот видишь. Не надо будет больше. Я тоже слов не даю. Не надо будет больше мне спешить жить без любви. Из кинофильма. Конечно просто, но как на свете без любви прожить. Жить без любви быть может просто, но как на свете без любви прожить. Тоже слов не знаю. Да. А я вспоминаю свое детство. И просто были пластинки, пели наши родители. И стала вспоминать это только после 50 лет. Эти песни. И оказывается я их помню. Как-то тут подхватило. А еще у моей подружки приехала ее подружка и у нее песни. Ой. Такой песник. Маленький. Сборничек. Там все песни, начиная с 60-х годов. Угу. Даже может быть и не 60-х. Но 60-х точно. И кончая 80-х. И я говорю, вот цены ему нет этому песни. Мы пели целый вечер. Любань, сейчас уже не принято петь, понимаешь? А раньше наши мамы всегда пели. А вот мы... Я последний раз, наверное, пела только когда снимала рубрику «Тихо сам с собой». Сама? На камеру, да. Да, да. Вот. Захотелось попеть. Не хочешь попробовать? Попробую. Попробую. Ага. И потом я мечтала приехать на дачу и здесь попеть. Не знаю почему. Может потому что Иришка зовет, знаешь как? Попеть. Потому что было что-то здесь хорошее. Хорошее, приятное. Да здесь все хорошее. Ну я тебе говорю, вот девчонки сделали нам тогда целое представление с этим, с Кадышевскими песнями. Ага. Я до сих пор помню, вот они у меня перед глазами стоят, наши девчонки, которые там где-то репетировали, нас сажали, а теперь вот смотрите. И, значит, это же мы тоже делали. Когда в гости приезжали. Делали, конечно. Конечно. И мы тоже делали всякие репетиции, а потом для взрослых показывали. А сейчас этого нету. Ни у детей, ни у тех, кто уже вырос и которым по двадцать. Только вот наши девочки, они как бы вот чуть-чуть взяли. Ты знаешь, наверное, потому что… Другое время. Ты знаешь, как сказали в одном фильме, время всегда одно и то же. Просто воспитывают по-другому. Не знаю. Приходят в гости, не поют. А мне бы очень хотелось, чтобы пришла Машка, да? Чтобы пришел твой Женька. И мы бы посидели за столом, они бы бегали, а мы бы пели. Спонтанно запросто. Очень хотелось бы, чтобы вот эта традиция… Все-таки эта традиция, мне кажется, русского народа. Песен, да? Вот этих вот застольных песен. Ну и сельсклавянские народы. Ну да. Мне бы очень хотелось, чтобы вот… Давай как-нибудь вот будет ужин, да? Вы придете с Женей, Маша здесь будет. И мы просто все вместе попоем. И чтобы дети хотя бы это слышали. Люба, они же запомнят на всю жизнь. А может быть и сами начнут. Да. А у них память такая. Они вот этим… Именно вот этими вещами… Я вчера общалась с Женей. Угу. Он такие вещи запоминает, да? Понимаешь, им как понравится? Они же не привыкли к тому, что можно вечером просто попить. Вот сесть там в костер, да, разжечь и попить. Они к этому не привыкли. Все-таки это нужно прививать, конечно, с детства. Просто раньше наши мамы, приезжая в гости, да, ну пусть там выпили немножко, да? Да. Они пели песни. И мы с тобой это видели. И мы видели. И это было нормально. И это было красиво и здорово. Это было как традиция. А сейчас… Сейчас уже если из окна слышится песня… То напились, значит, да? То напилась и я пьяна. Прямо… Прямо по-кадышевски. Ну понятно. Напилась и я пьяна. А то, что вот так вот просто… А просто человек не может просто попить, когда… Люк, ну ведь это всем хочется. Неужели лучше просто в голос поорать, да? Я… А можно сесть и попить в голос. Я в детстве одна любила петь. И готовила… Я до сих пор люблю. И пела. Особенно какие-то там патриотические. До сих пор люблю. Алёша, Алёша… Ну у нас тогда такие песни были. Да. У нас других не было. Мы с тобой в советские времена росли. Угу. Белеет ли в поле Пороша, 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 Белеет ли в поле Пороша, И львульные ливни шумят. Стоит под горою Алёша, Алёша, Алёша… Стоит под горою Алёша… В Болгарии русский солдат… Стоит ли он сейчас? Нет. Ну я думаю, что стоит, потому что не было никаких этих… А в интернете можно узнать? Узнаю. Просто для интереса. Мне кажется, стоит в Болгарии, потому что никогда не было таких ситуаций, чтобы рассказывали о том, что там вандалы… Что-то… Нет. И вот тут… Песня… Песня… Тоже вот… Запомнила я её. Не знаю, ты знаешь её или нет. Сейчас… Как же она начинается? В голове крутилась, а потом отвлеклись на другую тему. Начало выскочило. И зацепку забыл. Ну ты это вылежишь. Сейчас я вспомню. Хорошо, что здесь не прямая трансляция, поэтому я стараюсь. Хочу, чтобы ты её услышала. Потому что я её слышала только в детстве. Пластинка была. Пропел гудок заводской Конец рабочего дня И снова у проходной Встречает милый меня И снова у проходной Встречает милый меня Куда мы с ним не пойдём Проходу нам не дают Его зовут женихом Меня невестой зовут Его зовут женихом Меня невестой зовут Дальше лучше с… У меня… Ну это вот просто моё детство Когда пели моя мама со своими кумовьями Да, моя мама тоже пела эту песню А ещё мне мама один раз пела песню, знаешь какую? Сорвала я цветок полевой Приколола на кофточку белую Ожидаю свидания с тобой Только первая шагу не сделаю Значит надо тебе подойти Самому обо всём позаботиться А не то разойдутся пути И любовь улетит не воротится А не то разойдутся пути И любовь улетит не воротится Как она любила эти песни Нет, песня вообще шикарная Я её просто слышала Петь никогда не пела Даже никому не подпевала её Но мне даже кажется Что она из какого-то кинофильма Потому что она… Именно слова какие-то такие Композиторские, насыщенные Ненародные Как вот мы в детстве пели Уехал ты в далёкий Казахстан В родном краю осталась я одна И больше писем не жду от тебя Ведь ты писал, что разлюбил меня Я даже не знаю… Ты чего это… Ведь ты писал, что я забыла всё Что было между нами, то прошло Что встретил ты девчонку на пути Что я забыла всё Ну ты пойми, ведь я люблю тебя Я не могу без тебя и дня Я не могу без тебя и дня Пойми, родной, что я люблю тебя Это, видимо, под гитарой… Первый раз слышу такую песню Первый раз Это песни… Я ещё в песник писала Ничего себе… Когда мне было двенадцать лет Ничего себе… И я до сих пор… Вот так кусками… Ничего себе… Но помню… Потолок… Ледяной дверь… Это хит… Это хит… Ну, Люба… Это хит… А это какие-то такие дворовые… И в песнике записывали… Ах… Дворовые… Слушай, когда я была маленькая… Мы с мальчишками на гитаре играли… Песники были? Да, конечно… Конечно… И рисунки были… Фотографии… Любка… Я сейчас не вспомню… Не вспомню… Нет, нет, нет… А помнишь, песня была ещё тоже дворовая… Под гитарой её всё время пели… Знаешь, как… Сейчас скажу… Подожди… Голуби целуются на крыше… Вот она сама любовь ликует… Голубок с голубкою воркует… Вот… А ещё, помнишь… Это барбовская… А помнишь, я её не спою, потому что она для исполнения сложна… А для меня… Для моего исполнения… Помнишь… На что похожи облака… Дворовая песня… Спросил меня мой сын слепой… Да-да… Я объяснить тебе, брат… Но ты не видишь, мой родной… Я объяснить тебе, брат… Но ты не видишь, мой родной… Что-то такое… Ты не видишь, как они плывут… Что-то вот тут… Ну, это… Это что-то ближе к барбовскому… Нет, это дворовая… А то, что я вот это… Я её просто, когда выросла… И говорю, ну надо такую насочинять… Ну, тогда были такие ритмичные мелодии… Да-да… И под них подгоняли просто… Да-да… Дворовые песни… Я всегда вспоминала свою песню, потому что у меня зрительная память. Я вспоминала и все время говорила, ну вот это вот такой набор слов, которые просто в рифму. Как сейчас, как называются песни эти? Рок? Нет. Рэп. Метал? Рэп, 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 рэп. Вот и здесь что-то похожее. Ну что ты хочешь? Это 65-й, 67-й где-то год. Вот так вот. Любаня, какие мы с тобой древния? Какие, Любаня, мы с тобой умные, что мы все это помним. Молчи. Я говорю, 12 лет я этот песник начала. И вот у меня перед глазами стоит, какие там фотографии, рисунки. Все это писали. Так интересно было. Вот я считаю, что в нашем детстве было. Любаня, во все времена детство разное. Разное. Наука идет вперед. Прогресс идет вперед. Ну, представь, если бы теперешняя молодежь писала песни в тетрадке, приклеивала бы фотографии, и учила бы, и заучила бы. Да. А в 12-м году молодежь что пела? Не писали песенников точно. В каком-нибудь 12-м? Ну, в каком-нибудь 12-м. В 1800-м? Да хоть в 1900. Любаш, какая разница? Да, да, да. Понимаешь, ну, время идет вперед, прогресс идет вперед, все движется вперед. Нет, тогда стихи писали. Все равно были свои написаны. Я тебе читала свое стихотворение? Ну, куда вы прочитали, я тебе скажу. Ну, наверное, я тебе читала, да. На выпускном вечере. Не на выпускном вечере, а экзамены мы когда сдавали в 9-м классе или в 8-м. Ну, это не лечение. Про День Победы. Нам тогда сказали. А! Да? Да. Ну, я же тогда еще там несколько стихотворений написала, но я их уже сейчас не помню. Забыла, да? Ну, там, что-то про подружку. А этот помню до тех пор, да? А этот, не знаю, почему. Вот как-то запала. Видимо, в душу оно тебе. Ну, Люба, я же была такой ярый комсомолец. Такой, понимаешь? Весна комсомол. Именно это стихотворение до сих пор ты помнишь. Я помню каждое стихотворение. Значит, оно больше тебе вот в душу впало сюда. Любань, там очень много патриотизма. Как оно могло запасть в душу? А мы... Ты знаешь, я не вымучивала его. Я не знаю, почему. Мы вылезли, знаете. Я не знаю, была ли ты патриотична? Нас так, просто. Я же тебе говорю... Ты читала про Данка Горького? Да. Вот. А, ну, все, значит, я не одна такая была. Нет, вот я тебе говорю. Я тут как-то иду и вижу улицу Марии Колесниковой. А я говорю так. А у меня в школе была дружина имени Маши Порываевой. Вот кто бы ее помнил... Если бы не дружина, да? А я помню. А я тебе говорю, вчера вот был у Малахова передача, когда люди не знают, кто написал Онегина. А я иду и говорю, а у меня дружина была тоже такая же пионерка. Ну, это пионер-герой, да. Маша Порываева, я знаю, да. Вот ты знаешь. Да, ну а как же. Мы тогда знали всех пионер-герой. Ну, ты, наверное, в один процент входишь. Любаня, еще бы наше поколение не входило в этот один процент. Естественно, потому что мы уже доисторические животные с тобой. Два осталось, ты и я. Нет. Нет, наше поколение все-таки, я говорю, разбуди меня ночью и я просто скажу, когда родился Пушкин. Любаня, сейчас учат по-другому. Сейчас тесты. А от нас добивались знаний. А сейчас тесты. Угадай-ка. Угадай мелодию, Любаня, из трех нот. Ну, ведь отгадывают. А здесь у нас прошел. И в Москве, и в Питере. Студентов разных факультетов. И они... Ну, я могу понять на 50% что они теряли себя. Потому что там были вопросы, на которые я тоже не могу ответить. Вот ты мне скажи, сколько в балете Лебедино озера лебедей? 12. Я тоже так думала. Но четко я не могла бы ответить. Ну, я не знаю, сколько их там. Мне кажется, что 12. Мне тоже так кажется. Ну, а правильный ответ? А там не говорили. Там просто вот показывали. И его вот это вот... Не посчитала? Нет. Их не показывали. А задавал он вопрос в Москве и в Питере. Это вопрос какой-то странный. И как отвечали люди? Не знаю. Да я вообще не люблю этот балет. Меня это не интересует. Да не знаю. Вот так вот просто. Я помню, что я считала. Но я не помню сколько. Когда ты считала? Когда смотрел на Лебединое озеро. Когда кто-то умирал в стране. Нет. Ну, это же вообще... Я не знаю. Во-первых, нам это не преподавали. Нет. Какое количество было лебедей в Лебедином озере. Я была шокирована этим вопросом от него. На улице, когда он прошел. Ну, были казусные вопросы. Почему Лермонтов выбросил свою повесть «Поступление на Казани» и ему отвечали с умными лицами? «Поступление на Казани» «Наказание Достоевский». «При чем тут Лермонтов-то?» Я сижу тебя слушаю. Я... Да? Ну, извини. А он задавал такие вопросы. Ему с умными глазами... Я сижу слушаю. «При чем тут Лермонтов?» Или отвечали с умными глазами ахинею вот такую. Или просто «Да не знаю я, отстаньте от меня». Вот так вот. Ладно, я все говорю, ну ладно. Ну да. А я когда слушала, у меня глаза так расширились. Не понял, при чем тут Лермонтов и «Проступление на Казани»? Я думала, ты ошиблась. Нет. Он именно так задал. Я долго смеялась. Лермонтов, сколько лет, а мы с тобой попали. Да здравствует образование Советского Союза. Это да. «Проступление на Казани»? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!